А теперь другая точка зрения, взгляд из Баку, опять же мнение армян, давайте я вам прочитаю, Armenian Military Portal, это то, к чему движется обе страны, нам это русским людям надо знать, потому что у нас армяне везде живут, азербайджанцы везде живут, не только в Москве, на юге России, и все только начинается, будущий конфликт и все, что приведет к нему в итоге. Азербайджан продолжает активную милитаризацию, увеличивает расходы на оборону и безопасность на 2025 год до 4 миллиардов 939 миллионов долларов, то есть почти 5 миллиардов долларов, это очень много для такой маленькой страны. Финансирование этих расходов будет обеспечено за счет увеличения трансферта из государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет на 1 миллиард 700 миллионов монатов, это их валюта местная. Структуру расходов на 2025 год входят 2 миллиарда 665,2 миллиона на вооруженные силы, 467 миллионов 917 тысяч на национальную безопасность. То есть это больше 3 миллиардов. Так, значит дальше, на пограничную службу еще 540 миллионов монат, это еще получается под 4 миллиарда. Также на другие виды деятельности, относящихся к сфере обороны и национальной безопасности, предусмотрено еще 4 миллиарда 717. В общем, все как у нас. Азербайджан идет по нашему пути, про бюджет этого года наш. Я тоже вам видео запишу, расскажу, там тоже невеселые дела. Поэтому, как и у нас в Азербайджане, все, кто носит погоны, носит или не носит, но они есть, будут получать то, что положено и жить лучше, чем большинство людей обычных земных, мирских. Вот такая история. И новость Дагонкова тоже. Активно вооружающий свою страну президент Азербайджана Ильхам Алиев, и тут же армяне вставляет, который подверг Оловдову, изгнал более 100 тысяч этнических армян из Арцаха и не понес за это никакой ответственности, в ходе встречи 17 ноября в Баку с делегацией Палаты представителей Конгресса США на полях климатической конференции, обширенной, которая вот только закончилась, не забыл посвятить время очередным выпадам в адрес Армении. Там, кстати, было очень много сказано жестких слов. Я не знаю, почему у нас в прессе об этом мало говорят. Мы все зациклились на ракетах, обстрелах, СВО. А тут такие события происходят, что ой-ой-ой. Алиев утверждает, что его страна привержена региональной мирной повестке и поддерживает ее. При этом, не забыв рассказать о плохой Армении, которая, по его словам, на протяжении 30 лет осуществляла оккупацию и военную агрессию. Президент Азербайджана подчеркнул, что проводимая Армении политика милитаризации и гонки вооружения представляет угрозу региональному миру и безопасности. Отметил, что для подписания мирного договора, вот то, о чем я вам говорил, значит, которого нет, и они оба обещали на Брикс его подписать в конце года. Важно положить конец территориальным претензиям к Азербайджану в Конституции Армении. Он заявил, что у Армении не должно быть реальных претензий к Азербайджану на конституционной основе. То есть, в Конституции Армении записаны территории, которые сегодня находятся под, как армяне считают, оккупацией Баку. То есть, такая же ситуация, как у нас, Украины, у нас записаны области, которые Украина считает своими. И вот такая же история один в один, по факту, произошла между Баку и Ереваном. А вы представляете, что, как можно подписывать мирный договор, если в Конституции страны, с которой ты подписывать, собрался договор мирный, записаны области, теперь уже другой страны. Вот как с такой страной подписывать мирный договор? Значит, ее что надо делать? Победить, заставить, принудить к миру, к мирному договору. Правильно? Логично? Вот. О чем я вам и говорю. Вот это все развивается параллельно всем событиям, которые в мире происходят. Что вы по этому поводу думаете? Напишите. Прогноз отрицательный, тяжелый, плохой на 1925-1926 год по поводу вот этого противостояния Баку и Еревана. Это плохо все заканчивается всегда. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространите это видео, кому надо. Кто должен его прочитать, разошлите. Жду на личном приеме за прогнозом на 2025 год или на себя, на всю жизнь. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok